итак доброе утро доброе утро дорогие друзья всем привет и мы продолжаем изучать тору мы продолжаем изучать тору и сегодня у нас продолжение продолжение 15 глава мишли мы двигаемся прямо неуклонно четко и мощно в одном направлении настойчивость это самый-самый главный навык жизни который помогает делать чудеса просто чудеса чудес можно сделать с помощью настойчивости потому что вода камень точит и вот по чуть-чуть по чуть-чуть каждый день в одном направлении и получаются огромные-огромные мощные результаты хорошо дорогие друзья всем шалом будь ртов доброе утро и уродить в 10 меня лично они очень сильно дисциплинируют то есть это можно сказать практически но то что у меня действительно постоянно это уроки тары роман гольман шалом шалом и сегодня очень полезный урок как всегда притчи они дают нам ответы на все самые важные жизненные вопросы что делать как делать бизнес дружба духовности женитьба все здесь все и здесь все ответы на все вопросы и мы дошли до до того что что сейчас сын мудрый радует отца грешник по вожделению позорит мать на этом мы закончили сегодня у нас 21 отрывок 21 отрывок 15 главы и он начинается с того что говорит нам царь салмон и вэлэд симха лиха сэр лев в ишь твуна я шер лохат значит как переводится этот отрывок он переводится следующая и и вэлэд как мы знаем это стептицизм стептицизм и он этот стептицизм радость для тех у кого хасар лев хасар лев это тот кто не управляет своим сердцем смотри имеется ввиду следующее вот есть у человека есть то что называется сердце сердце человека это не то сердце в котором мы привыкли сердце человека которая кровь качает на языке мудрецов сердце человека это все его мышление это весь комплекс его ценности убеждений целей воспоминаний то что называется сегодня психологии подсознание то есть мудрецы назвали это не подсознание а сердце это набор качеств человека его навыков привычек то есть чекс он очень автоматизирован и вся эта автоматизация она находится как айсберг под водой то что называется в сердце и вот у человека какие-то его там мысли цели и у большинства людей в сердце хаос хаос в сердце почему потому что сердце это как матрешка был маленький человек ему одно разговорили и он к одному стремился потом он стал старший каждый год это как кольц как новая матрешечка новая матрешечка новая матрешечка воспоминания какие-то вот интересно у нас женой там недавно был какая-то ситуация у нас не прямо противоположные мнения и почему мы начали копать у нее оказывается это связано с бизнесом да у него первые деньги лежали в банке которые она насобирала накопила и в банке у нее деньги пропали банка в то время разорился и деньги не вернули у нее страх перед банками потому что когда-то у него был негативный опыт с деньгами которые лежали в банке а у меня когда-то наоборот был с банками у меня только позитивный опыт то есть у меня в сердце отношение к банкам хорошая а у нее в сердце отношение к банкам плохое и дальше человек на базе вот этих вот матрешечек каждый год новый опыт новый опыт новый опыт новые книги новые люди новые правила и у большинства людей в сердце полная путаница то это хочу то то хочу то в общем у большинства людей полный дисгармония в сердце теперь называется такое состояние хасер лев хасер лев то есть это чек который не управляет своим сердцем особенно в этом в этом сильны люди эмоциональные то есть когда у человека есть эмоция у него в принципе разум управление отключается он на эмоциях начинает двигаться и так далее теперь это мы разобрали что такое хасер лев да то есть дальше дальше есть два типа грешников есть дальше чтобы было понятно есть тора тора это знание от бога от создателя мира что такое хорошо что такое плохо что такое правильно что такое неправильно и в торе все предусмотрено то есть вся жизнь человека предусмотрена от момента того что он должен говорить когда он открывает глаза с утра до момента что он должен быть в хорошем настроении благословляет на плохого как хорошая как найти компромисс женой в торе все там целый трактат талмуда посвящен тому как находить компромисс женой кто бот где разобраны все малейшие нюансы поведения жены и поведение мужа и как они должны договариваться и так далее то есть стора это полная система взаимоотношений человека с собой с миром с богом и так далее теперь а есть у человека внутри есть так бог специально сделан есть животное тело которое живет инстинктами и главная программа тела выживания если чека эмоциональная сфера это называется лимбическая система мозг млекопитающих это то что отвечает на запрос хочу и дальше чека есть рациональный интеллект который призван к тому дан человеку для того чтобы изучать окружающий мир изучать себя запоминать и достигать цели интеллект это как компьютер такой а дальше все зависит от того какую программу ты в интеллект загружаешь если ты загружаешь в интеллект тору тогда вся твоя задача это как свое животное тело и свои эмоции направить по путям торы если ты загрузил сюда программу какую которую загружают маркетологи например да то есть ты с утра открыл форбс тебе надо понятно что тебе надо что-то покупать ты открыл любой любой вообще сайт любую любой источник информации и тебе начинают грузить программу что ты должен делать то есть у обычного человека у него внутри его опытом его матрешка заложены полный хаос и окружающий мир его тянет в направлении государства идеология в каждом государстве заставить его слушать законы государства значит общество потребления маркетологи заставить его покупать то что нужно покупать и культура культура так называемая это не те люди которые вот выдумывают кто-то там художник он выдумывает как как красиво кто-то видит мир вот так кто-то там фильмы свои пихают кто-то стихи кто-то рассказы то есть человеку грузится информационный поток в голову и дальше на вот этом вот соединение его прошлых каких-то опытов его целей которые он когда-то себе обозначил как цели и вот этого вот абсолютно хаотичного информационного потока большинство людей находится в таком вот потерянном постоянно состоянии теперь чем отличается праведник от злодея праведник он говорит все я не хочу себе все это думать выдумывать вот есть стора бог сказал это делать я буду изучать что бог сказал и делать это праведник. И когда ему не хочется это делать, когда ему хочется делать что-то другое, он говорит, секундочку, мое хочется это одно, а надо и правильно это другое. И праведник, он действует как надо, как правильно, даже если ему хочется по-другому. Что делает грешник? Есть два типа грешников. Я отдаю предисловие, иначе непонятен этот отрывок. Значит, есть грешник по вожделению называется, который грешит от аппетита. Так это в Талмуде обозначено. То есть он говорит, ну я понимаю, что Бог запретил брать чужое. Но я понимаю, что там эта женщина замужем, и нельзя, значит, с ней общаться. Я все это понимаю. Но я не могу справиться со своим желанием. Я хочу. Это грешник по вожделению. У которого хочу, оно побеждает надо. Но такой грешник, у него есть возможность вернуться к Богу, потому что он говорит, ну я понимаю, что это зло. Я понимаю, что это нельзя делать. И я как бы если справлюсь, то справлюсь. Если есть второй грешник, это называется грешник-стептик. Ивель. Он говорит, секундочку, а кто сказал, что это зло? Кто Бог? А кто Бога видел? А вот рай, ад, а кто-то оттуда вернулся? И грешник-стептик начинает подрывать саму идею о Боге, о добре, о зле. Это называется грешник-стептик. Теперь у него шансов вернуться к Богу нет, пока месть он не интеллектуально не поймет, что вера в Бога, она ему выгоднее. Понятно, да? Теперь смотрите, 21 отрывок, теперь нам будет полностью понятно. Ивелет, симхали, хасар, лев. Человек, который не управляет своим сердцем. Его сердце, его хочу, оно все время его тянет к каким-то запрещенным вещам. Для него стептицизм это радость. Почему это для него радость? Стептицизм позволяет ему перестать бояться, испытывать чувство стыда, что он делает что-то плохое. Когда человек, он хочет сделать то, что названо грехом. Вот смотрите, есть, известно, что было понятно, есть известная история, двое встречаются, один другому говорит, ты знаешь, вот сегодня пост, и вот этот пост, когда он уже закончится, я уже так хочу мясо покушать спокойно, просто не могу. А второму говорит, ты что, пост соблюдаешь? Он говорит, не, не соблюдаю, кушаю мясо. Он говорит, какая тебе разница, когда он закончится? Он говорит, ну сейчас я кушаю и неспокойно, а уже закончится и буду кушать спокойно. То есть, вот это вот стептицизм становится радостью, 21 отрывок, для того, кто не может управлять своим сердцем. То есть, одно дело, когда человек говорит, я делаю грех, ему плохо от этого. Другое дело, он говорит, а то, что я делаю, это не грех. Кто сказал, что это грех? И он сомневается. Ему тогда радостно. Вы иштвуна, я шар лэгет. Человек сообразительный, человек сообразительный, иштвуна, это тот, у кого есть логика. Он будет идти по прямой дороге. Что это значит? Значит, я когда-то читал, когда-то читал, по-моему, это Блес Паскаль, кто-то из таких ученых, он написал математическое, математическое обоснование, что быть религиозным и верующим выгоднее, чем быть нерелигиозным и неверующим. И он говорит, смотрите, если вы каждый раз вдумаетесь в то, что вот этот грех, который вы собираетесь сделать, что он вам даст, а чего он может вам стоить, то чисто по логике, даже если шансы, что религиозная идеология, она более верная, чем нерелигиозная, даже если шансы 1 к 100, но религиозная идеология, она тебе в итоге дает вечную жизнь, и это даже 1 умноженный на вечность дает вечность, бесконечное количество. А что ты теряешь? Ты теряешь всего лишь какое-то 7-минутное удовольствие, которое, если человек религиозный, он может его получить разрешенным способом. То есть, если человек способен в момент, когда его хочу, идет противоречие с желанием Бога, даже если он сомневается в желании Бога, но если он логически подумает, что он находит и что он теряет, то, конечно, любой логичный человек, он выберет прямой путь, и он скажет, я ничего не теряю. Например, что говорит Тора? Женись, роди детей, работай, зарабатывай, делай добро, будь хорошим человеком, смейся, радуйся, все, ну что здесь плохого? Ничего плохого. А что в награду? Вечная жизнь, любовь Бога, все, жизнь простая и понятная. Все очень просто. Хорошо, теперь дальше. 21 отрывок, мы разобрались, и 22 отрывок. 22 отрывок полезен каждому, у кого есть цели. Тати захочет девушкам выйти замуж за кого? За кого-то, я надеюсь, не за меня. Я женат уже, женат, счастливо, 21 год, и не собираюсь разводиться никогда. На вечность, уже все, 21 год мы с женой, куда же разводиться? Тати, надо замуж навсегда за того, кто не женат. Вот тут есть много, кто не женат, и когда два религиозных человека женятся, они женятся навсегда. Они понимают, что они поженились для того, чтобы быть навсегда вместе, и они выстраивают свою жизнь по Торе, это идеально. Теперь 22 отрывок, он очень полезен всем бизнесменам. Если у вас есть друзья-бизнесмены, то они просто восхитятся вот этой великой мудрости, которую нам царь Соломон передал в 22 отрывке. Просто невероятная мудрость. И для меня, для меня, вот, когда-то я занимался бизнесом, и я не знал этого. И многие мои классные идеи были разрушены, потому что я не знал этот отрывок. А когда я его узнал, слава Богу, все работает. Смотрите, 22 отрывок звучит так. Афер Макшивот Бэээн Сот. Значит, разрушает замыслы, когда нету тайны. Разрушает замыслы раскрытия тайны. Это начало отрывка. Убровью от сим, когда много советников, замыслы сбудутся. Вообще непонятно, какое-то противоречие. Значит, в первой части написано, что раскрытие тайны разрушает замысел. То есть, если у человека нет и замысел, он придумал какая-то, у него есть бизнес-идея, у него есть какая-то, там он задумал что-то сделать, какая-то цель. И написано, что раскрытие тайны, если раскрытие этого замысла, разрушает, разрушает. Но при многих советниках замыслы сбудутся. Тут нам надо чуть зайти в сферу, такая мистическая сфера, как Тора относится к, знаете, есть такое понятие, злой глаз. Сглазили. Как Тора относится к проклятиям, как Тора относится к благословениям. Тора относится очень серьезно к проклятиям, благословениям любого человека. Написано, что пускай не будет благословения или проклятия даже простого человека легким в твоих глазах. Есть сила в каждом пожелании. Если какой-то человек хочет сделать другому зло, и он его ненавидит, то это оказывает влияние в духовном мире, оказывает большое влияние на ситуацию и на результаты. Поэтому Тора нам говорит, опасаться злого глаза, чтобы не сглазили. Поэтому еврей религиозный, он не должен выделываться, он не должен быть гордецом, он не должен понты вот эти вот все. Он должен очень относиться с уважением и с осторожностью к любому человеку. Даже есть известная история, что Раббан Йоханнан бен Закаев был такой величайший мудрец. Не было человека, который успевал ему первый сказать шалом. Он первый великий мудрец, глава народа Израиля, даже к простому человеку на рынке он первый успевал сказать ему шалом, здрасте и так далее. То есть тот, кого любят люди, того любит Бог. Тот, кого люди благословляют, того благословляет Бог. Это очень важно. И наоборот. Это как бы предисловие. Значит, теперь большинство людей, они скептики, пессимисты, и они опасаются создавать что-то и строить. Это их жизненная позиция. Значит, поэтому, когда человек раскрывает свой замысел, например, кто-то говорит, я сейчас открою бизнес и заработаю миллион. Сидит вокруг люди, у которых даже они в это не верят, они этого не хотят, и они завидуют тем, у кого есть миллион, и они ему говорят, ты миллион заработаешь, никогда в жизни, ты просто выскочка, и ты понтуешься, и никогда у тебя этого не будет. Говорят ему люди вокруг него, и они, их слова имеют силу. Их слова имеют силу. Поэтому, когда у человека есть замысел, замысел это такое, то есть он начинает строить в духовном, в неком таком пространстве, он начинает строить некую конструкцию. Все, что есть в этом мире, это когда-то было чьим-то замыслом. Вот когда-то все. Я вчера был в доме Бен-Гуриона, это основатель государства Израиль, первый премьер-министр, в общем, человек, который об этом мечтал, и у него была мечта, цель, он просто одержимый был этой идеей, и оп, эта идея возникла. Были люди, которые говорили, это нереально, это невозможно. То есть даже в момент, когда он объявлял, там было большинство против него, но все в этом мире, это чьи-то реализованные мечты, чьи-то реализованные идеи. Теперь, когда человек раскрывает свою идею, идею, раскрывает свою идею, не у каждого есть вот эта сила и одержимость долго ее накачивать своей верой. Большинство людей, они сомневаются, у них в сердце тоже есть сомнения, и они такие в себе сомневаются, в идеях сомневаются, то есть они такие неустойчивые. И вот человек с неустойчивой идеей, он ее раскрывает, а вокруг люди начинают ее рушить, рушат, 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 и он или сам сдается, или даже если он не сдается, то уже эта идея ущербная. То есть в духовном мире есть один, который в нее верит, этот человек сам, и есть много, которые в нее не верят, и этот росточек может подорваться. Поэтому начало 22-го отрывка Афер Макшивот Бээйн Сот разрушает замыслы, когда они не в тайне. Теперь, ну как же вторая часть? Уберов Йоатсим Такум, когда много советников, идея наоборот, замысел он сбудется. Кто такие советники? Советники это люди, эксперты, которые разбираются в этой теме, умные люди, которые, ну их немного, но они именно заслужили звание вот этого советника тем, что они в какой-то сфере хорошо разбираются. И вот человек, у него есть замысел. И он вместо того, чтобы идти рассказывать его бабушкам на скамейке или рассказывать его своим друзьям за бутылкой пива, он вместо того, и даже вместо того, чтобы рассказывать жене, которая в этом, может быть, не понимает, он вместо этого идет к эксперту и говорит эксперту, советнику. Ты знаешь, у меня вопрос. Я задумал вот такой-то план. Как мне его реализовать? Как? И эксперт ему говорит, знаешь что, я тебе скажу, как эксперт в этой нише, что план хороший, он реализовался уже у Васи, Пети, Саши, и называет 10 кейсов, где этот план уже реализовался. Тебе надо сделать раз, два, три, четыре, пять, и тогда у тебя, значит, первые твои шаги, первые действия, стратегия, тактика, ну и так далее. То есть, чем больше у человека йоатсим, и в этом смысл богатых людей, что как только они зарабатывают первые деньги, они тут же начинают покупать консультации у экспертов, и эти эксперты, они им помогают выстраивать любую идею. Понятно, да? То есть, если вы просто идею раскрыли, свою тайну, то, скорее всего, окружающие люди будут ее разрушать. Если вы эту же идею раскрыли советникам, то эти советники помогут вам эту идею реализовать. Вот объяснение этого отрывка, и вот примерный план, по которому должен действовать каждый человек, которому дорога реализация его идеи. Не рассказывать ее, кому попало, чтобы не сглазили, но искать советников, которые помогут эту идею реализовать и внедрить. Вот такой вот у нас 22-й отрывок, очень полезный. Все, дорогие друзья, мы сегодня узнали, еще раз повторите, пожалуйста, сейчас будет, сейчас будет, вот буквально через некоторое время этот урок будет объяснение, которое на русском языке именно будет расшифровка. Еще раз посмотрите, подумайте, сделайте свои заметки. То есть, нужно создать свою матрешечку, вот этого года, в котором мы сейчас находимся, нужно создать ее правильной, потому что, когда человек строит свою жизнь по каким-то непонятным идеологиям, то в итоге, что он получает? Что-то получает. Каждый живет в том моменте, в котором живет, именно за счет того, что верил в то, во что верил. Хотите выстроить что-то новое? Я считаю, что Мишли, притча царя Соломона, это лучшая идеология, лучшее знание, которое только можно представить. Роман, привет, удачи, успехов. И, например, я, когда у меня есть вопросы по здоровью, советую с Романом. Роман, который, например, захотел решить какой-то свой вопрос, он посоветовался со специалистами. То есть, во всем советуйтесь со специалистами. Это нам посоветовал царь Соломон. Удачи, успехов, всего хорошего. Солаから abi. Сола. everything for with rapинь.